Здравствуйте! На телеканале эфир 24 новости экономики Татарстана. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. В Зеленодольске на воду спущен новый корабль. Сотрудники авиакомпании Татарстан идут в прокуратуру. В майские праздники республику посетила огромная армия туристов. В Зеленодольске на заводе имени Горького состоялась церемония спуска на воду пассажирского судна нового проекта А-217-1. Этот теплоход — второй в серии судов, строящихся заводом по питерскому проекту. И это своего рода продолжение сотрудничества с конструкторами северной столицы. По их проектам ранее уже были созданы скоростные теплоходы проекта А-45. Один работает на Лене, четыре — на Енисеи. И два судна проекта А-145 работают в Ямало-Ненецком автономном округе. В отличие от этих инновационных теплоходов, суда проекта А-217-1 традиционные — нескоростные водоизмещающие теплоходы с винтами. Они предназначены для перевозок 176 пассажиров на внутренних водных путях. В условиях, когда строительство пассажирских судов в России практически заморожено, эксперты полагают, что в будущем проект будет востребованным. Прожиточный минимум в Татарстане составил 6 621 рубль. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Ильдар Халиков. Величина прожиточного минимума разная. Для пенсионеров это 5429 рублей, для детей 6578 рублей и для трудоспособного населения 7060 рублей в месяц. В Калининграде составили рейтинг бедности регионов России. Как выяснилось, самый низкий уровень зафиксирован в Татарстане. В нашей республике за чертой бедности проживают примерно 7% населения. Лидерами списка названы Чечня и Мариэл – 19,5%, а также Еврейская автономная область и Алтайский край. Ну а больше всего бедных – почти 35,5% – обнаружено в Калмыкии. Этому субъекту отдано первое место в антирейтинге. 175 заявлений от бывших работников авиакомпании «Татарстан» поступило в Татарскую транспортную прокуратуру по вопросу взыскания задолженности по заработной плате и окончательному расчету при увольнении. Как сообщили информационному агентству «Татаринформ» в прокуратуре, в настоящее время в Лаишевский районный суд республики направлено 166 исковых заявлений, из которых судом рассмотрено и удовлетворено 64 на общую сумму более 9 миллионов рублей. Более 50 тысяч туристов посетили майские праздники Татарстан. К нам едут иностранцы, а также гости из Москвы, Самары, Оренбурга и других российских городов. По данным пресс-службы Госкомитета Республики по туризму, самым популярным местом является Казанский Кремль. Людей привлекает Кулшариф, Башня Сюмбики и Благовещенский собор. Здесь с 1 по 4 мая побывали более 23 тысяч человек. Проведено 615 экскурсий. Далее по посещаемости следует один из крупнейших в России аквапарков Ривьера – 12 тысяч. Без внимания туристы не оставили и Старо-Татарскую Слободу, а также Болгар и Свияжск. В праздники остров Град посетили более 5 тысяч человек и 3 тысячи гостей побывали в древнем городе Болгар. Кроме того, интерес вызывают купеческий город Елабуга и Раисский мужской монастырь. Что же касается загрузки отелей, то в период майских праздников было забронировано почти 100% гостиничного фонда Казани. Напомним, столица Татарстана стала самым популярным туристическим направлением для семейного отдыха с детьми в России. Это были новости экономики Татарстана на телеканале Эфир 24. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok